всем добрый вечер мы в прошлый раз говорили достаточно подробно о фигуре царя юши я сегодня мы начнем разговор о его гибели и о том впечатление которое эта гибель произвела не только на его современников но и на последующие поколения я с вашего разрешения сразу же открою файл был перед вами текст и мы прочтем и так нам сообщается что ешь я у как сказать в книге млахин говорится что в его дни пара он не хо отправился к реке кефрат сказано на иврите аль мэле хашур и то что мы знаем из истории и то что судя по всему как бы явствует из текста книги евреям им как раз речь идет не о том что фараон не хо или не хао отправился на войну с ассирийцами а как раз таки наоборот он отправился поддержать ассирийцев в их войне против вавилона слову сказать не хо или не хао принадлежит так называемой двадцать шестой династии египетских фараонов которые освободились как раз тому времени от ассирийской зависимости сирийская зависимость началась со времен ассархадона и укрепилась во времена ашурба непала а потом удалось это сбросить это ярмон но тем не менее в данный момент а речь идет о 609 году до новой эры египет предпочитает пойти на помощь ослабевшая сирии потому что предчувствует и не зря что вавилон который как раз в этот момент поднимается может представлять для египта вполне серьезную угрозу и пройдут всего-навсего каких-то восемь лет и на уходный цар попытается завоевать египет правда безуспешно завоевать его он не сможет но но тем не менее попытку такую делай значит дальше говорится здесь что ешь и я у отправился навстречу фараону на хао на хо и тот умертвил его примегидо все это очень кратко сообщается мы знаем что произошла действительно произошло сражение примегидо в результате которого ешь и я у погиб почему собственно он вышел ему навстречу могут быть две причины которые взаимодополняют друг друга с одной стороны фараон по сути дела идет по территории принадлежащей иудеи и затем израиле ешь и я у как мы в прошлый раз видели имеет довольно такие серьезные намерения воссоздать единое царство и он как бы предпринимает некоторые реальные шаги в этом направлении поэтому он не хочет терпеть что обстоятельства что по его территории проходит фараон свойств с которым у ешь и я у нет никаких союзнических обязательств это нарушение суверенитет иудея надо в данный момент как раз во времена ешь и я у перестает быть вассальным государством она становится иудея становится вассальным государством в конце правления хискияу продолжает быть таковым во времена менаше и амона а вслед за тем и во времена ешь и я у удается эту зависимость тоже сбросить подобно тому что это что сделал египет это одна причина вторая причина не менее веская ешь и я украине заинтересован в падения сирии и хотя вавилон может представлять вполне серьезную не менее серьезную угрозу для иудеи чем для египта но но на данный момент видимо расчет простой оси юшия у хозяйничает на территории которая является ассирийской провинции на территории бывшего северного израильского царства он заинтересован в падении ассирия что будет потом возможно удастся как раз заключить союзнический договор с вавилоном и договориться об этом мы не знаем но так или иначе книга малахим очень скупо рассказывает о гибели ешия у говорит что его рабы перевезли его из мегидо в иерусалим и там он был похоронен понятно что для автор книги царей это некий удар а возможно этим и объясняется краткость сообщение не хочет подробно рассказывать о гибели любимого героя которая вообще говоря не должна была иметь место с его точки зрения ешия у великий царь подобный давиду об этом мы говорили обстоятельства сложились не в его пользу в конечном счете он пал каком-то смысле жертвой случайной гибели а может быть и не случайный а как бы это некое постепенное нарастание событий которое описывается и книги малахим приближающее падение иудеи а в конце концов ешия у делал все возможное для того чтобы иудеи усилить и возвысить но это не входило в планы бога который объявил приговор и этот приговор должен был должен был реализоваться правда гибели ешия у не совсем не совсем соответствует тому что пророчествует и о нем хульда аневия который говорит что я приберу тебя к отцам твоим и ты с миром присоединишься к ним это один из тех случаев когда любят говорить что возможно пророчество имеет вполне аутентичный характер потому что она не реализовалась как раз ибо нельзя сказать что ешия у присоединился к праатцам с миром он погиб более подробно об этом рассказывает книга дебреями об этом событии и мы сразу же поймем почему во первых она упоминает место в котором при должна была произойти битва между египтом и ассирией с одной стороны и вавилоном с другой это битва при каркемиши значит битва это закончилась на самом деле фактической победы вавилона и спасти ассирию не удалось последний удар по ассирии был нанесен в 605 году когда она уже окончательно пала вот а здесь в сущности дело закончилось тем что что египетское войско вернулась назад теперь любопытно как описывает автор книги дебреями столкновение между ешия у и фараоном нехау фараон посылает к ешия у посланников и говорит что тебе до меня царь иудеи ты вмешиваешься в мою войну бог рассказал мне торопиться поэтому оставь ибо бог со мной дабы он не поразил тебя в талмуде в трактате таанит есть интересное обсуждение касательно того как о каком боге говорит фараон нехау какого бога он подразумевает бога ли израиля или как там сказано абудазара своих богов но на самом деле мы не можем даже частично даже частично быть уверены в том что автор книги хроник автор дебреями стремился воссоздать реальный реальное послание фараона царю ешия у мы знаем что вообще у древних историков было принято воображать создавать воображаемые речи но в данном случае можно предположить что в глазах автора дебреями фараон нехау действительно говорит от имени бога творца потому что с точки зрения этого автора гибель ешия у явилась результатом того что он не прислушался к предостережению исходящему от самого бога как сказано в следующем стихе и не отошел от него ешия у а наоборот таки продолжал воевать надо отметить что здесь есть автор книги я сейчас не буду в это входить подробно но он использует с литературной точки зрения рассказ который мы когда-то читали обсуждали рассказ о войне царя израиля ахаба и царя иудея и ошафата с армейским войском он использует мотивы в частности мотив переодевания он переодевается ешия у но главное состоит в том что он не послушал слов фараона из уст бога редкое такое выражение а то есть фараон говорил из уст бога фактически как бы это здесь есть своего рода пророчество на самом деле это выражение мипи елухим встречается всего-навсего еще один раз в последней главе 36 там правда мипи адунай как бы более конкретизировано это из уст господа бога израиля да но там это говорится о том что из уст господа говорил пророк ирмия то есть вообще это пророческая формула мипи елухим мипи ашем вот и поэтому он отправляется воевать несмотря ни на что и его поражают стрелки и он говорит унесите меня отсюда ибо я смертельно ранен опять же то что здесь описывается описывается легко сравнить с тем как описывается гибель царя израиля ахава в книге в первой части книги млахим очень очень похожее описание ахава там тоже говорит вынесите меня из стана ибо я смертельно ранен и мотив переодевания и мотив смертельного ранения и вот его перевозят перевозят в Иерусалим он там умирает его хоронят вместе с его отцами а весь вся иудея весь Иерусалим оплакивают ее шияву сейчас мы еще вернемся к этому оплакиванию но я прежде всего хотел бы обратить ваше внимание на то что в этом добавлении автора на самом деле как лакмус лакмус бумажки проявляется его концепция воздаяния человек не может погибнуть просто так если он праведник а это праведник как это почему он погиб автор не готов объяснять это как бы такими все ну все общими или далеко идущими планами бога то что видимо следует из текста книги царей значит человек может безвременно умереть только если он совершил какой-то грех это как бы аксиома который автор евреямим следует всегда неукоснительно и он создает этот грех да йошияу здесь как бы проявил некую гордыню он не прислушался слову которое было передано ему от самого бога а мы конечно можем сказать почему бы он должен был поверить фараону но это на самом деле не принципиально в глазах автора он как бы создает причину гибели йошияу причина в том что он не прислушался к словам бога а тот кто не прислушивается к словам бога платит по счету поэтому йошияу погиб поэтому йошияу погиб это версия автора книги евреямим гибель за свой собственный грех грех гордыни самоуверенность теперь надо отметить что если в книге царей йошияу является фигурой центральной он как бы главная положительный персонаж то в книге таковым является прадед йошияу йошияу хискияу мы об этом говорили хискияу в книге является такой центральной фигурой и он впоследствии уже в литературе хазаль тоже как бы занял место своего рода такого несостоявшегося мессии что он мог бы им стать но не стал и как бы это мы говорили о том что эта концепция о хискияу прадеде йошияу как о возможном претенденте на на то чтобы стать мессией машехом как бы она идет действительно из книги дибраэмим почему автор дибраэмим как бы умаляет образ йошияу в сравнении с его прадедом почему он здесь отходит от от как бы своего источника я думаю что именно из-за этой безвременной гибели то есть как бы безвременная гибель йошияу она то и создает на самом деле невозможность превратить его в фигуру такого мессианского плана поэтому он отходит на второй план в книге дибраэмим но что любопытно что интересно что как раз автор дибраэмим закладывает традицию которая приведет к пересмотру и к превращению йошияу в своего рода несостоявшегося но мессию в следующем стихе говорится что йошияу был оплакан пророками Ирмияу да тут то чего в книге царей не сообщается книга царей вообще не упоминает пророка Ирмияу об этом мы еще будем впереди говорить вайконен Ирмияу аль йошияу вай умру коль асарим ва асарот бэкенотэгэм аль йошияу адгайом вайтнум лихок аль Исраэль вейнам кту вим аль хакенот значит Ирмияу аплакал пророк Ирмияу аплакал царя йошияу и вслед за тем шарим ва ашарот как бы песенники как мужчины так и женщины из года в год значит оплакивают царя это стало обычаем и даже записано в книге плачей так говорит автор перед евреями какую книгу плачей он имеет в виду мы на самом деле не знаем он создает здесь некий образ имидж Ирмияу как оплакивателя царя йошияу согласно одноименной книге начал свои пророчества как раз в те времена в то время когда йошияу был царем но мы знаем что в дальнейшем как бы создалась традиция которая отождествила вот эту книгу плачей упомянутую в книге Девреямин с известным произведением в Танахи с книгой книга и ха которая в септуагинте называется плачами Ирмии и у нее есть заставка там говорится что Ирмия пророк Ирмия Ирмияу сел у сожженного Иерусалима и оплакал и так впервые книга и ха соединяется с пророком Ирмияу в самой книге и ха нет никаких указаний на то кто ее автор очевидно единственное что судя по всему этот автор действительно жил вскоре после разрушения храма там все дышит живой болью хотя и возможно часть из этих плачей носила изначально литургически а не только личный характер так вот в книге и ха есть стих который находится в 4 главе и там написано что значит дыхание ноздрей наших помазанник господин был захвачен в их сети о котором мы говорили что в тени его мы будем жить среди народов он нас защитит теперь кто такой этот помазанник книги и ха о ком так торжественно сказано мы не можем это сказать с определенностью с уверенностью но судя по всему речь наверное идет о последнем царе иудеи о котором мы еще будем говорить о царе циткия который был действительно захвачен в плен вот и который поднял восстание против вавилонин и возможно на это здесь и дан намек как бы в конце концов книга и ха это книга плачей по разрушению иерусалима и храму и поэтому в первую очередь первый же кандидат естественно это последний царь последний помазанник но уже ну позднее в традиции в роминистической традиции у мудрецов появляется другая альтернатива четкое указание что речь идет о Иерушияу вот я здесь привел комментарий Раши который где он говорит четко гу Йошияу это Йошияу кмошины и марк книги байконен йермияу аль Йошияу то есть как бы это соединение сразу делается Йермияу оплакал Йошияу и это и есть тот плач который мы находим в книге и ха то же самое говорится собственно на этом и основывается раше талмуд вавилонский талмуд трактат таанит и также точно переводит стих книги и ха перевод на арамейский язык переводчик там тоже напрямую говорит что это Йошияу значит теперь я бы хотел отметить здесь как бы завершая разговор про Йошияу про Йошияу что это как бы это интерпретация на мой взгляд кладет начало я об этом сказал в конце предыдущего занятия кладет начало мотиву который который будет сопровождать еврейскую и христианскую традицию на протяжении значительного времени а именно мотив убитого мессии убитый мессия я напомню вам снова что представление об убитом мессии возможно появляется уже в Кумране но в Кумране значит там как бы не очень ясно действительно ли можно говорить о мессианстве этого образа учитель праведности создатель общины намеки на его трагическую гибель точно мы не знаем но что мы можем сказать с определенностью что в дальнейшем во-первых в христианской традиции возникает образ убитого мессии Иисус а во-вторых в еврейской традиции возникает один конкретный образ убитого мессии а другой некий общий образ конкретный образ это естественно бар-кохва которого раби Акива назвал мессией в Иерусалимском Талмуде в трактате это они об этом рассказывается напрямую и хотя вавилонский Талмуд в свою очередь утверждают что бар-кохва был лже мессией ненастоящей мессией значит в источнике в Иерусалимском Талмуде это напрямую не сказано и слова раби Акивы хотя и подвергаются оспариванию со стороны одного из его так сказать коллег раби Йоханана бен Торты который говорит там Акива из щек твоих прорастет трава а сын Давида еще не придет но это как бы мнение самого раби Йоханана бен Торты нигде однозначно не говорится что отождествление бар-кохвы с мессией как сказано там мал камешиха царь помазанник что оно ошибочно вот это образ убитого мессии а кроме того я напомню вам я это упомянул в прошлый раз тоже в еврейской и раввинистической традиции появляется такой вот общий образ обсуждаемый в частности в Вавилонском Талмуде в трактате сука мэшиа бен Йосеф этот некоторые исследователи полагают что за этим образом действительно скрывается фигура бар-кохвы изначально но во всяком случае про этого про эту фигуру говорится что он неизбежно погибнет он неизбежно погибнет и после него уже придет мэшиа бен Давид который избавит Израиль как бы следующий этап мессианского процесса там в трактате сука мэшиа бен Давид в частности когда узнает о том что его предшественник погибает должен погибнуть он говорит тогда лучше меня не посылай а то и я тогда погибну но Бог обещает ему жизнь значит конец этой цепочки мы наблюдаем ну не совсем конец но как бы один из концов этой цепочки мы наблюдаем в наше время в первой половине двадцатого века когда Равкук произнес известную речь написал своего рода ну да испэд значит оплакал смерть герцля когда герцель умер и в этой речи фактически Равкук называет отождествляет герцля вот с этой фигурой мэшиах бен Йосеф да вот этот как бы мэшиах который прокладывает дорогу мэшиуху из дома Давида это как бы еще связано ну Рава Кука там сложная цепочка ассоциаций он говорит про Ахава и я не исключаю что когда он соединяет фигуру герцеля с Ахавом и говорит что вот этот мэшиах бен Йосеф это на самом деле тот который не будучи с точки зрения религиозной совершенным мессией то есть даже это может быть человек который абсолютно отклоняется от правильного пути каким был Ахав а герцель естественно человеком светским вот но тем не менее он спас на поле боя пытается спасти свой народ каким был Ахав и я опять же не исключаю что хотя это там и не произносится напрямую что как бы возникает у Рава Кука связь ассоциация между Ахавом и Йошияу потому что рассказ о гибели Йошияу в книге Девриамин целиком полностью построен на подобии гибели Ахава значит можно ли сказать что действительно Ахав первая такая фигура которая воспринимается как мессианская я не знаю это как бы некоторая некоторых и душ в моих глазах возможно и Дурава Кука где-то это можно найти значит Ахав как воплощение как прототип как некая префигурация образа мессии из дома Йосефа потому что Ахав царь северного царства но что мне представляется почти несомненным что вообще вот этот мотив об убитом мессии он так или иначе связан с историей гибели Йошияу и хотя автор Девриамин повторяю как бы вводит его немножко в тень заслоняет его фигура его великого прадеда но в результате как бы именно исходя из этого его утверждения что смерть Йошияу была оплатана пророком создается мессианский образ вокруг Йошияу и он как бы в каком-то смысле становится несомненным источником в моих глазах мотива убитого мессией здесь я поставлю точку первой нашей теме и если есть вопросы и замечания то их самое время задать сейчас перед тем как мы перейдем к следующему витку нашего разговора пожалуйста желающим могут включить микрофон и задать вопрос окей вопросов нет идем дальше идем дальше хорошо идем дальше это как бы да я единственное что последнее скажу я как бы опять же это упоминал связи с ханукой хотя иуда маковей и не называется мессией да он как бы там не во второй маковейской книге он не представлен как мессия да но фактически он продолжает этот ряд значит есть убитый мессия который погибает в бою есть убитый мессия как у христиан который погибает в результате казни вот вот иуда маковей это убитый как бы образ вождя спасающего свой народ и погибающего в бою в этом смысле он конечно несомненный продолжатель вот этой линии йошияу окей на пару слов тут я не знаю раз уже никто ничего не говорит я хочу вот у меня такой вот такая мысль возникла насколько это связь как бы ну историческая на мой взгляд она все-таки больше теоретическая что я имею ввиду что гибель мессии это просто способ оправдать то что спасение не пришло и так или иначе эта тема будет возникать каждый раз когда это ситуация какая-то такая что вот должен прийти на шеях и вот он или не приходит или что-то случается или кто-то погибает то ли это как бы исторически а в остальных случаях это вот значит другие случаи то есть это может быть и просто легендарная форма такая объяснить почему еще не пришло спасение с одной стороны а с другой стороны это как бы поддерживает то что вот 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 чуть-чуть не пришел машех и вот кто-то что-то не так сделал и машех погиб и все но вы ждите он придет значит это как бы вселяет надежду да что это как бы приближает машину что все-таки он приходил или был или мог бы быть уже все но вот случилось что-то из-за чего он погиб и освобождение не наступило поэтому надо продолжать ждать то есть это стимул для как бы убеждения для продолжения ожидания мессии вот а все остальное это украшения как бы такие связи одного с другим или ссылки на кого-то на другого машех или способ считать что вот этот вот он и был тот же самый или нет да суть именно как бы сакральный смысл как бы этой идеи он в этом и заключается и он как бы варьируется как бы историческим способом в разных таких вот случаях что вы на это скажете ну смотрите как бы я не стану с этим спорить да я с этим спорить не стану значит как бы собственно говоря как бы то как опять же то как это мудрецы представляют так у них действительно действительно как бы вот этот машех бен Йосеф он как бы предтеча машех бен Давиды поэтому он как бы тот значит кого в конечном счете ждут и и как бы можно сказать что вот это появление машех бен Йосеф оно как бы некоторое начало надежды вполне возможно я и Равкух собственно делает то же самое да то есть если бы это было бы отстояло как бы от нас в истории дальше во времени то мы могли тоже сказать что вот это был такой-то или такой-то вот христиане могли сказать что вот уже однажды воскрес и он опять пришел и что-то опять случилось понимаете то есть тут как бы нарицательные получаются эти машехи все то есть это структура такая машех бен Йосеф машех бен Давид окей да хорошо спасибо большое Эмиль значит я сейчас открою дополнительный дополнительный файл который я приготовил значит итак мы сказали что Йошияу погибает прежде всего значит что происходит после его смерти после его смерти согласно книге Малахим воцаряет так сказать народное собрание Амха Арыц его сына которого зовут Йоахаз его помазывают заметьте и воцаряют теперь почему это важно отметить потому что когда есть прямое наследование тогда нет надобности в помазании я уже по-моему говорил здесь что помазание это всегда признак того что нару что-то нарушается в последовательности наследования престола действительно как мы понимаем из дальнейшего Йоахаз не был старшим сыном Йошияу у него было трое сыновей их старшим был как раз тот который пришел к власти через несколько месяцев которого звали Эль-Яким или Йо-Яким это очень четко явствует из того что в одном и том же году значит Йоахазу было когда он пришел к власти 23 года а Йоакиму 25 почему если так к власти был приведен Йоахаз по всей видимости мы точно этого знать не можем с ним связывались определенные надежды а именно на то что он продолжит дело своего отца но как бы после гибели Йошияу иудея начинает сразу качаться как корабль в общем который трес чей остров треснул он начинает тонуть независимость вот эта краткая независимость иудеи которая продолжалась около 30 лет большую часть правления Йошияу сходит на нет и уже через несколько месяцев да тут написано три месяца тот самый фараон Нехао который возвращается после неудачной битвы в с с с с с вавилонинами с навуходоносором и он его не очень понятно может быть вызывает он находится фараон в этот момент в хамате то есть на территории современной Сирии вот вот и почему-то согласно книге царей именно там-то он его и арестовывает может он его к себе вызвал может быть это не точное сообщение все-таки это арест произошел в Иерусалиме во всяком случае по всей видимости фараон считает Йоахаза человеком ненадежным и действительно наверное продолжающим дело собственного отца Йоашияу теперь книга царей объясняет это иначе книги царей недостаточно просто сказать что значит по политическим соображениям Йоахаз был смещен с престолом здесь приводится такая стандартная формула и сделал зло и делал зло в глазах господа как делали его отцы значит как бы он был смещен за то что он делал зло под злом обычно в книге царей поднимается опять же какой-то уход в язычество значит так или иначе согласно книге царей у нас нет оснований подвергать это сомнению фараон Нехо накладывает большую дань на иудею и воцаряет старшего сына Йошияу которого зовут Илья Ким при этом его имя меняется на Йо Яким такое странное надо сказать действие не столько даже само действие странное потому что замена имени может обозначать некоторую являться символом символом того что тот чье имя заменяется тем кто заменяет имя становится его данником вассалом но странно странно здесь другое что имя то фактически то же самое Яким Йо Яким одно имеет теофорный элемент Эль другое теофорный элемент его то есть часть тетраграмматона мы могли бы ожидать что фараон Михао даст Илья Киму какое-то египетское имя но этого не происходит и вообще нигде больше кроме как здесь этот царь не называется именем Илья Ким он всюду называется как мы увидим именем Йо Яким и вот он видимо присягает на верность фараон в то время как Йо Ахаза фараон забирает себе в Египет и там он и умирает и Йо Яким вынужден платить большую дань фараон но о нем тоже говорится что он делал зло в глазах господа ровно то же самое что и в Ахазе делал зло в глазах господа то что делали его праотцы а дальше рассказывается следующее в его дни пришел на уходоносор царь Вавилона и стал Йо Яким его данником в течение трех лет и все это сообщается очень кратко но надо понимать что происходит после того как в 605 году на уходоносор окончательно разбивает кладет конец ассирийской ассирийскому царству империи уже нечего говорить ассирия прекращает свое существование он начинает двигаться на юго-запад и в 604 году он завоевывает филистию филистимлянские города видимо в этот момент Йо Яким подпадает под восстальную зависимость во всяком случае иудея в этот момент не завоевывается значит в течение трех лет Йо Яким является данником на уходоносору а потом он восстал теперь спрашивается почему он восстал и судя по всему ответ лежит опять же в область в плоскости политической потому что как как раз если действительно зависимость иудея от новоходоносора началась в 604 году как раз через три года после этого в 601 новоходоносор и предпринял свою неудачную попытку вторгнуться в Египет которая ничем не закончилась для него хорошим он вынужден был убраться в Освояси и в течение следующего года из Вавилона не выходил укреплял свои силы и возможно этим обстоятельством и воспользовался Йо Яким восстал против него возможно надеясь на помощь Египта чьим вассальным данником он изначально был тем более что как раз в этот момент египетская звезда снова стала восходить на очень короткий надо сказать промежуток времени на самом деле былого могущества они уже не достигли Египет уже не достиг теперь книга царей говорит что Господь насылал на Йоакима отряды халдеев то есть вавилонин отряды арамеев отряды амонитян с тем чтобы уничтожить иудею по слову господа который он говорил через рабов своих пророков то есть как бы это начинается реализация того плана которую который хульда пророчица хульда сообщила Йошияу отцу Йоакима теперь судя по всему действительно какие-то вторжения местные во времена правления имели место хотя хотя повторяю то что здесь упоминаются в том числе отряды халдеев вот это несколько странно значит повторяю как раз вот это тот год когда армия вавилонская находилась у себя дома и и и не осуществляло никаких военных операций вот поэтому трудно сказать почему здесь упоминаются отряды халдеев но может какие-то гарнизоны оставленные там вот в любом случае как бы проверить проверить точность этого сообщения довольно трудно вот тем более что когда говорится еще и про отряды арамеев это вообще выглядит довольно странно потому что арамейского царства уже не существовало со сирийских времен то есть это не может быть не может быть каким-то государственным образованием вот ну некоторые считают что здесь правильно заменить гдудэй арам на гдудэй дом вот поскольку написание очень похоже вот но как бы во всем случае возможно какие-то местные вторжения действительно имели происходили в эти времена в эти времена автор в этот в этот год автор книги царей подчеркивает что все это происходит опять таки из-за грехов Минаше да это было от господа с тем чтобы уничтожить иудею изгнать ее от его лица из-за грехов Минаше из-за того что он все это делал а также проливал кровь который заполнил весь Иерусалим и господь это Минаше не простил заканчивается все это сообщение тем что Йоаким умер и был похоронен в власти пришел его молодой сын Йоахин помощи от египтян не последовало не выходил больше царь египетский из своей страны ибо забрал царь вавилонские земли от Нила до и как бы это некоторое состояние ничьи но в общем для египтян уже нет возможности реально противостоять Вавилону единственное что остается защищать свои границы так это рассказывается книги царей теперь я хотел бы после этого это исторической исторической преамбулы напомнить вам снова что есть ряд текстов которые действительно подчеркивает что Иерусалим должен погибнуть из-за грехов Меноши впервые это говорится в самом рассказе о Меноши там же кстати говоря подчеркивается что мы об этом тоже это мы обсуждали что Меноши пролил невинную кровь второй раз об этом сообщается в истории послания делегации пророчицы Кульды во времена Йошияу в третий раз это сообщается в нашем кусочке текста который мы прочли посвященному Иоакиму еще в одном месте в книге Иермияу это тоже говорится тоже говорится что Бог собирается уничтожить Иерусалим из-за грехов Меноши что Меноши несет непосредственную ответственность за то что должно произойти как тут сказано я сделаю ужасом Иудею для всех царств земли из-за Меноши сына Хискияу царя Иудей из-за того что он сделал Иерусалим но вот у этой версии есть есть противовес на самом деле мы увидим в дальнейшем что есть даже два противовеса но с одним из них мы начнем знакомиться сегодня из-за кого все-таки был разрушен храм и вот вторым как раз претендентом на виновника разрушения храма Иерусалима стал царь Яким которым мы сейчас читаем тот же пророк Иеремияу а надо сказать я сейчас не буду опять же вникать в филологические студии но вот этот кусочек который сейчас прочел Иеремияу в пятнадцатой главе это единственное место в книге которое упоминает Менаше и оно с точки зрения стилистики целиком полностью отражает дифтераномистическую школу школу которая находит свое яркое выражение в книге Млахим то есть это не есть какое-то судя по всему аутентичное пророчество Иеремияу а вот сам Иеремияу когда пророчествует о царях вот что рассказывается вот что появляется во первых у него есть пророчество посвященное Иоакиму в двадцать второй главе в котором он обвиняет Иоакима в том что он обирает бедных и нищих обирает народ с тем чтобы обогатиться за их счет и строит неправильно себе дворцы и дома а а также проливает невинную кровь а вот интересно что обвинение которое в книге Млахим обращено на Менаше обращено к Менаше здесь это интерполируется на Иоакима Иоаким есть тот кто проливает невинную кровь а чью кровь это мы увидим двадцать шестой главе в книге Ермияу содержится рассказ который приурочен к началу царствования Иоакима рассказ о том что пророк Ермияу находясь у ворот храма видимо в один из праздников объявляет народу что если они не раскаются в своих грехах то на Иерусалим будет наведена беда несчастье подобное тому которое в свое время постигла шило когда это пророчество слышат местная элита в которую входят жрецы другие пророки а также и народ под народом может пониматься здесь и некое народное собрание они хватают Ермияу и судят его обвиняя его в профанации святыни потому что он говорит такие страшные вещи про храм почему пророчество от имени господа говоря что с этим домом будет то же самое что с шило и требуют смертной казни сам Ермияу пытается оправдаться и говорит что если вы меня казните то знайте что вы прольете невинную кровь снова появляется вот этот мотив невинной крови а дальше рассказывается следующее в процессе суда вспоминается история о другом пророке который пророчествовал от имени господа и жил недалеко от Иерусалима в месте называемом Кириат Айари он пророчествовал об Иерусалиме то же самое что пророчествовал Ермияу и узнал об этом царь Йоаким и все его вельможи и приказал царь его умертвить Урияу услышал об этом и сбежал в Египет но Йоаким послал своих людей в Египет возможно потребовал экстрадиции этого пророка поскольку возможно находился ну как бы он если это в самом начале царствования Йоакима то это еще он находится под вассальной зависимостью от Египта и этого человека хватают приводят из Иерусалима и казнят невольно приходят всякие ассоциации с тираническими режимами современного мира где происходят похожие вещи с оппозицией которую казнят и сажают в тюрьмы так вот Йоаким фактически проливает здесь согласно этому рассказу невинную кровь отдает приказ об убиении пророка в свое время когда мы говорили про царя Минаше то мы сказали что Иосиф Флавий впервые озвучивает традицию согласно которой невинная кровь проливаемая Минаше в Иерусалиме это была кровь пророков возможно на самом деле произошло здесь как бы замещение что что традиция о том что царь проливал кровь пророков связана исходно как раз с Йоакимом и она была задним числом перенесена на Минаше в той традиции которая отражает Флавию во всяком случае Йоаким явно проливает пророческую кровь есть дополнительный рассказ очень существенный той же книги Иермияу 36 глава где рассказывается о том что Иермияу получает от Бога указания написать книгу свиток пророчеств и потом и эту книгу пишет со слов Иермияу его писец личный писец Иермияу по имени Барух Беннырия который в более поздней традиции сам превращается в своего рода такого пророка Танахи он писец Иермияу вот он записывает это все а потом Иермияу говорит ему что тот должен пойти по не очень ясной причине сам Иермияу не может это сделать но он должен пойти и при храме прочесть слова этого списка народу при этом выясняется что происходит это в день поста какого поста не очень ясно но поскольку речь идет о пятом годе управления Якима то возможно возможно это как раз и есть 604 год Яким пришел к власти в 609 как раз тогда когда науходный царь завоевал Филистию и поэтому возможно пост был объявлен именно из-за опасений того что произойдет с Иудеем так вот когда барух читает этот список происходит примерно то же самое что в 26 главе рассказывалось о пророке Урияву это быстро доходит до ушей царя испуганные сановники доносят царю о том что такая вот история читают какой-то пророческий свиток явно нелесного характера что делает царь вот это собственно последнее что мы сегодня успеем сказать фактически значит царь слушает его присутствие читают этот свиток и он по его приказу один из его сановников рвет этот свиток на части ножом и бросает в огонь в печку рукописи конечно же не горят и поэтому в дальнейшем бог обращается к пророку и говорит ты сейчас восстановишь весь этот свиток первая такая горящая рукопись это как раз рукопись пророчества Эрмияу которая описана в этой главе и подчеркнуто и они не побоялись они рвали свиток пророчеств вместо того чтобы рвать одежды в знак раскаяния они этого не делают а я вам напомню кто рвал одежды когда слышал пророческий когда слышал текст это был отец Йоакима Йошияу в той самой главе в той самой истории в книге Малахим где рассказывалось как перед Йошияу читали текст и там было сказано вот это место воикрает в годах он пришел в ужас разорвал одежды в знак траура в знак раскаяния послал делегацию пророк пророчицы его сын ведет себя ровно противоположным образом он не только не раскаивается наоборот он отдает дальше приказ о том чтобы пророка Ермияу поймали правда говорится что господь его скрыл не дал схватить его вот но таким образом Йоаким выступает в роли гонителя пророков и поэтому заметьте себе у кого-то включен микрофон заметьте пожалуйста какое пророчество произносится по поводу Йоакима вот вот оно здесь выделено бог бог обращается царей иуде не будет не останется у него сидящего на троне и его труп будет брошен днем во время жары и ночью во время холода и я накажу его и его потомство и его рабов я вспоминую им их грех и наведу на них и на жителей иудеи беду о которой я говорил им а они не послушали а вот я обращаю ваше внимание на то что согласно этому тексту согласно тому что мы находим в книге есть другой кандидат на то чтобы быть виновником разрушения храма этим кандидатом является царь Иоаким именно за то что он является собой полную противоположность своему отцу не рвет одежды когда слышит предостерегающий текст от бога из уст бога а рвет сам этот текст который преследует и убивает пророков или пытается убить проливает таким образом невинную кровь за это с точки зрения книги и был наведен была наведена беда на иерусалиме иудею не минаше не амон его сын а последнее поколение царей царь иоаким мы увидим в дальнейшем что автор пойдет еще дальше и возложит вину за разрушение храма иерусалима на последнего из царей иудеи на циткияу но вот промежуточным этапом является книга которая возлагает ответственность на иоакима в следующий раз мы прочтем сейчас мы уже не успели это сделать прочтем тексты посвященные гибели иоакима и загадки его гибели загадки его смерти что с ним случилось вот и поговорим также о том что произошло с сыном иоакима иоахином но это уже в следующий раз а сейчас если есть вопросы замечания то пожалуйста я вас слушаю если можно вопрос да 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 пожалуйста может ли такое быть что вот то что то что произошло дальше до этого хискиягу это было как бы как бы наказанием за будущее то что произошло с иоакимом еще раз ваш вопрос я пытаюсь его понять что что произошло с хискияу да 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 то что вот это ну вот а что с ним произошло что вы имеете ввиду алекс то что нет гибель в частности а гибель вы имеете ввиду йошияу не хискияу я я я оговорился так что вы говорите еще раз ваш вопрос чтобы то что произошло может ли это может ли в какой-то степени это отражать то что ну то что дальше прошел с его потомками с его последователями то есть ну грубо говоря что что когда мы говорим чтобы родители не отвечают за детей да вот похоже что это таки постоянно отражается это не один раз что ответ что родители заказываются за то что они бы испытали таких детей скажем так а вот что вы имеете ввиду что йошияу погиб за за то что такие дети у него ну смотрите это как бы некоторая ну можно такую гипотезу выдвинуть но единственное что ее не на чем основать да это нигде никак не подчеркнуто и не сказано значит вот в этом йошияу ни один источник не упрекает значит что касается того что книга царей изображает всех сыновей йошияу грешниками да и его хаза и йоя кима и впоследствии циткияу так это как бы следует с его точки зрения помимо прочего из их довольно таки злосчастной судьбы что в конечном счете они значит приводят иудею на грань катастрофы так так представляется автору книги царей значит в какой мере действительно можно обвинить этих сыновей в том например что они вот делали дурное в глазах господа повторяю дурное в глазах господа в книге малахим это как правило уклонение в язычество никаких реальных свидетельств тому нет ничего как бы никакого реального рассказа на эту тему тоже нет есть такое ощущение что просто вот он хочет сказать что после смерти йошеяу все покатилось по наклонной плоскости считать его смерть не причиной этого скатывания в пропасть а наоборот как бы результатом того что он воспитал таких детей ну трудно сказать я бы не решился так интерпретировать в конце концов в книге царей рассказывается о минаше сыне хискияу но вот хискияу тоже воспитал такого нехорошего сына вот тем не менее не погиб из-за этого да хотя талмуд впоследствии обсуждает этот вопрос касательно хискияу и говорит что вот он хоть и учил его торе и пытался значит его воспитать праведным но что делать такие наклонности у него были и лишь страдания перенесенные в плену привели минаше к раскаяни вот но то что я могу на эту тему сказать как бы это уже старея мидраша вот понятно еще опять-таки есть такая такая интерпретация я слышал что проблема скажем связана именно не столько с самим царем вот про эфиягу сколько вообще про поколение что поколение что грубо говоря что раньше что вот раньше скажем так проблемы были потому что весь народ он так сказать ну он грешил потому что кругом народ был праведный а цари неправедные ну а сейчас сейчас ситуация полностью поменялась и так сказать да цари были в общем то они как раз заслуживали всего всего хорошего но вот народ он оказался не на высоте поэтому он так сказать получил такое наказание опять-таки я можно ли под таким углом вот это вот такая точка зрения имеет ли она основание ну смотрите опять же алекс как бы если вопрос вопрос вас лежит в области как бы литературной да потому что исторически политически это как бы такая некоторая спекуляция на эту тему вот в области литературной как бы в книге царей вообще представление такое что ну грубо говоря народ заслуживает того властителя который у него есть то есть как бы он не зада автор книги царей не задается вопросом о том вот скажем такой плохой царь Минаше из-за него значит такие беды и несчастья но ведь это он такой а народ может быть был вполне приличный вот или он хочет сказать что народ который терпит такого властителя значит заслуживает наказание возможно поскольку поскольку как бы у него автор книги царей повторяю есть представление некоторой коллективной ответственности за происходящее значит народ это некоторое множество которое в большинстве своем значит как бы его его представителем в общем является царь царь является представителем этого народа так так более-менее выглядит это многим вот я хотел вас алекс поблагодарить за присланный вами линк единственное что мне не удается его скопировать почему-то не знаю почему поэтому я был вам признателен если вы мне его на мейл пришлете а он не перешли нет проблем хорошо то есть я постараюсь на мейл или постараюсь вообще сделать как я на самом деле хотел просто непосредственно прислать собственно текст но это мне вот но тут не было то есть текст не пересылается ну понятно вот признателен если вы пришлете ага хорошо все я самое это немножко это относится киски да да спасибо поэтому хотелось бы просто знать ваш по этому поводу ваш комментарий да хорошо есть ли у кого-то еще вопросы замечания вот окей если у нас нет вопросов и замечаний давайте тогда очень странно я его сейчас могу открыть в общем то вы можете пытаться открыть я его могу здесь но линк переписать не могу скопировать не могу мне не удается скопировать вот поэтому давайте через меня давайте решим технические проблемы через меня хорошо ага хорошо спасибо большое всем спасибо окей всем счастливо пока спасибо спасибо всего доброго пока спасибо